Куда поехать любителю замков, неразгаданных тайн, укрытых сокровищ и дворянских династий, вершивших судьбы мира? Мало кто знает, что такие удивительные памятники старины находятся буквально у нас под боком, в стране голубых озер, гостеприимной Белоруссии. От некоторых и следа не осталось, другие стоят в руинах, и все же туристу посмотреть есть на что. Например, Мирский и Несвижский замки очень достойно отреставрированы, точнее, воссозданы заново. Несвижский замок располагается в 120 километрах от Минска, в городе Несвижи, на холме в окружении живописных озер. Замок-дворец строился в первую очередь как оборонительное сооружение, способное выдерживать долговременную осаду. Вокруг замка был вырос широкий и глубокий ров, вода в который поступала из окружающих замк прудов. Уровень воды в Орве регулировался. Замок стоит на своеобразном рукотворном острове, являясь неприступной крепостью. Попасть в замок из города можно было только по длинному деревянному мосту, в который в случае опасности разбирался. Несвижский замок испокон веков принадлежал величайшему роду правителей – Великого княжества Литовского Ордзивилла. Трудно найти в истории Беларуси более известный род. Среди представителей этой фамилии были и великие полководцы, и меценаты, и священники, и даже откровенные чудаки. Но богатство рода оставалось неизменным на протяжении всех веков существования династии. Считалось, что богатство, собранное Родзивиллами, позволяет им сравниться с испанским королевским домом, а потому несваж назывались Северным Парижем. Каменный архитектурный ансамбль был заложен в 1583 году князем Родзивиллой-сироткой. Самих Родзивиллов называли некоронованными королями. Это один из богатейших родов за всю историю Европы. Равный по своему богатству и могуществу подлинным монархам. Удивительно, но несмотря на все осады, захваты и переделы, он каким-то чудом все равно возвращался в руки Родзивиллов и отстраивался заново. Легенды – это та самая магия, которая так плечет всех к руинам замков. Начнем с самой обсуждаемой и известной. В эпоху Родзивиллов между Мирским и Нерстровским замками был прорыт подземный ход. Говорят, по нему свободно могла бы проехать карета, запряженная тройка лошадей. Если эта легенда подтвердится, то Родзивиллов можно будет считать первыми строителями средневекового метро. В нее легко поверить, ведь между Несвежим и Миром всего 30 с небольшим километров. Под Несвежским замком и в самом деле имеются подземные ходы. Мало того, где-то там до сих пор лежат сокровища Родзивиллов, среди которых особую ценность представляют золотые фигуры 12 апостолов с полной розой, усыпанными драгоценными камнями. Якобы, в лихую годину их туда затащили преданные слуги князей, а вход подземелья взорвали. Сокровища, конечно, искали, но тщетно. Легенд множество, а некоторые весьма жуткие. Кстати, в вечернее время больше шансов встретить призрак несчастной королевы Барбары. За траурные одежды, в которых призрак ходит среди живых, ее называют Черной паной Несвежа или Черной дамой Несвежского замка. Легенда о призраке Барбары Родзивилл уже более 400 лет. Возникла она на реальных исторических событиях, в центре которых были странственные романтические отношения коронованных особ, которые, как известно, не могли жениться по велению сердца. Именно поэтому несчастную Барбашу еще называют белорусской средневековой Джульеттой. Говорят, что Черная паня время от времени показывается людям и воспринимается как предупреждение об опасности. В июне 1941 года в Несвеж вошли немецкие войска. Оккупация продлилась три года. В замке размещался военный госпиталь для летчиков Людфулафа. Поэтому в город были стянуты значительные силы немецкой ПВУ, которые отражали наши атаки. Благодаря этому город сохранился. По рассказам местных, фашисты верили в призрака и побаивались его. Завидев где-нибудь неясные тени или очертания, они неистово обстреливали это место и быстрехонько прятались. После наступления Красной Армии немцы спешно бежали из Несвежа, оставив в госпитале все оборудование. Советские власти мудро распорядились оставленным имуществом и в 1944 году открыли здесь санаторий, который просуществовал до 2001 года. Легенда «Дорога и соль». На очередном роскошном Перу, жарким летним вечером, Станислав разъявил, пообещал гостям, что завтра они будут кататься на санях по белому снегу. Гости, подумав, что хозяин дома слишком много выпил, только посмеялись над этим обещанием. Их изумлению не было предела, когда утром они увидели двор, усыпанный белой солью, а у входа стояли сани. А ведь соль тогда была на вес золота. На следующий день, собрав местных крестьян, князь отдал такой приказ. Если до захода солнца люди не соберут всю соль, то их казнят. Если же они успеют это сделать, смогут всю соль забрать домой. Конечно же, работа была выполнена в срок. После этого много лет ни один торговец солью не мог продать свой товар в Месвеже. Легенда Динамо-машина Станислав Радзивилл не был лишен пристрастия к новинкам техники того времени. Он выписал из Франции что-то наподобие Динамо-машины и испытывал ее на публике. После долгого раскручивания Динамо-машины на улице разразился гром, погремела гроза. Это, конечно, никак не было взаимосвязанно, но пан назвал себя повелителем грозы и велел именовать его именно так. У одного из гостей в этот момент в дом попала молния, и почти все сгорело. Он, недолго думая, вернулся, спросил пана, считает ли он по-прежнему себя повелителем грозы и, получив утвердительный ответ, попросил возможность возместить причиненный грозой ущерб. Пану пришлось заплатить всю сумму ущербу. После этого Радзивилл приказал машину разобрать и спрятать в подвал. Больше он с ней не экспериментировал. Сейчас Мирский замок, круглогодично принимая туристов. Здесь проходят увлекательные экскурсии, выставки, квесты, реконструкции, театрализованные представления и многое другое. Мирский замок. С самого начала своего существования Мирский замок окружен легендами и тайнами. До сих пор даже доподлинно неизвестна дата его строительства. Также неясна и цель его появления. Существует мнение, что замок воздвигли только лишь из соображений престижа. Объяснение этому простое. Село Мир было достаточно спокойным местом. Изначально местечко Мир не было центром пересечения интересов воинствующих сторон и оборонительных функций он не нес. В то же время толщина стен в комплексе в нижней части которой вырезаны бойницы достигает трех метров. Да и северные и западные стены имели боевые галереи. А это уже говорит о хорошей оборонительной способности крепости в случае военных действий. Замок успел поучаствовать практически во всех войнах, что шли на его территории. В каждую войну замок разорялся и получал тяжелые разрушения, но каждый раз реставрировался. В 1891 году имение с замком купил князь-святополк Мирский, атаман казачьего войска Донского. Одним из мотивов приобретения наследия Радзивилла было убеждение, что их фамилия происходит от названия городка Мир. Святополк также сделал полную реконструкцию окружающей замок площади, вырубил сад, на его месте вырыл пруд, который есть и сейчас. Легенда о проклятом саде. В конце 19 века владелец замка Николай Святополк Мирский приказал вырубить цветущий яблоневый сад, а на этом вести выкопать озеро. Жители мира отказались вырубать цветущие молодые деревья. Это большой грех, но князь Николай твердо настаивал на своем. Во время строительных работ погибло очень много людей. Среди них якобы был единственный сын, местной ведьмы, которая в гневе прокляла озеро, сказав, пусть утонет в нем столько людей, сколько было загублено молодых цветущих деревьев. Первой утопленницей была юная княгиня Софья. Она утонула в озере в возрасте 12 лет. Говорят, что в одной из башен замка видели девушку в белом, пышном одеянии. И вроде бы это дух Софьи. Гробницу княгини постоянно беспокоили искатели сокровищ Родзевиллов, а также талые весенние воды. Дух ее до сих пор бродит по замку и не может обрести покой. Сам князь Николай был найден мертвым на берегу проклятого озера в 1898 году. Они оба были захоронены в усыпальнице, которая находится рядом с замком. Верите тому или нет, личное дело каждого. Есть и другие легенды. Легенда о голове быка. В южную стену замка замурована каменная голова быка. Предполагается, что голова служила оберегом от вражеских нападений на крепость. Также есть поверье, что если голова опадет, то мирский замок полностью рухнет и никто не сможет его восстановить. Еще одним этапом жизни замка стала Великая Отечественная война. В годы оккупации немцами в замке было организовано еврейское гетто. В послевоенные годы в развалинах дворца и башен жили беженцы и местные погорельцы из окрестных деревень. Только в 60-х годах 20 века из руин были выселены последние обитатели. В 90-е годы белорусские власти решили восстановить эту архитектурную жемчужину, превратив мирский замок в одну из самых знаменитых достопримечательностей страны. Сейчас в замке открыт музей с большим количеством залов и экспонатов. Посмотреть действительно есть на что. Широко представлены рыцарские доспехи. Легенда о воинах. Во время реставрации замка, проводившейся при Михаиле Святополке Мирском, при вскрытии полов были обнаружены два скелета, захороненные позже по приказу хозяина на православном кладбище. По легенде, в новогоднюю полночь можно услышать ляск мечей, а затем продолжительный стон. Повторный расцвет замка был при князе Михаиле Казимире Радзвили по прозвищу Рыбонька. Михаил был неравнодушен к женскому полу и всех девушек называл Рыбоньками, со что и получил свое прозвище. Рыбонька превратил замок в дворец, перестроил большинство залов по последнему писку европейской моды, застелил полы дубовым пакетом, разукрасил потолки, в замке проводились балы и пирожки. В столовой, в зале, где проходили пиры, потрясающий потолок. Каждый восьмигранник весит 100 килограмм. В интерьерах представлены костюмы прошлого. Можно полюбоваться мебелью, паркетом и люстрами. Подвалы, в которых хранились продукты и напитки, склады ломились от всяких вкусностей. Сегодня в замке организовано экскурсионное обслуживание. Проводится множество тематических экскурсий по различным частям комплекса. Мирский замок расположен на расстоянии 90 километров от Миска. Замок открыт для туристов каждый день с 10 до 18. Лучший способ добраться из Архангельской в Беларусь – это самолет. Организованы еженедельные прямые рейсы между Архангельском и Республикой Беларусь. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Отправление из столицы Поморья в Минск. Вы также можете выбрать поезд. Время в пути примерно 27 часов 56 минут. И автобус. Время в пути 35 часов 30 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok